Она была за ночь ушла, сейчас поднимается. Вот все занято, никому дело нет. Это кадры из Табунского района. Талая вода прибывает стремительно и уже зашла в дома. Подтопила комнаты, намокли вещи. Придомовая территория ушла под воду, люди вообще не могут выйти. Поступает информация о том, что у подтопленцев отключили питьевую воду. Все, летняя кухня, все залито. Ой, я вообще не знаю. Ой, это кошмар. Как существовать? Все плавает, вон плавает линобеум. Все утонуло. Как быть, как быть. А это эпичные кадры из села Михайловское. Талая вода зашла в дом к 72-летней бабушке еще в среду. С тех пор вода только прибывает. Сейчас уровень в доме местами достигает отметки в 30 сантиметров. Женщина неоднократно звонила на номер 112. Но, по словам пенсионерки, спасатели приехали только сегодня. Никто ничего не делает. Приехали, посмотрели, сказали, мы откачаем. Сейчас ссылается, что вода прибывает, откачивать ничего не будем. Все, холодильники, стиралка, все крякнет вообще. Мы связались с краевым МЧС. Там пояснили, что к бабушке неоднократно приезжали спасатели. Однако, по их словам, откачивать воду в доме бесполезно. Она постоянно прибывает. Дом расположен рядом с основным руслом канала, где проходит талая вода. Нужно отсыпать. Вопрос уже к местным властям. Мостик и русло были подготовлены и расчищены еще осенью. Сейчас невозможно углубить русло. Там большой объем воды. Если вскрыть дорогу по Карла Маркса, это не только парализует транспортное сообщение, но и вода затопит более 20 ниже расположенных домов. Спасатели предложили пожилой женщине эвакуацию из мест подтоплений. Однако, на данный момент от помощи пенсионерка отказалась. Завьяловский район. На кадрах видно, как талые воды размыли дорогу. Сложная обстановка и в Романовском районе. 28 марта. Село Гелевло. Большая вода обрушилась и на окрестности Славгорода. Так, в селе Пригородная вода затопила придомовую территорию и зашла в дома. Это мой двор. В социальных сетях люди сообщают о многочисленных подтоплениях в самом Славгороде, а также в Благовещенском районе. Подтопленцы просят помощи у властей. Известно, что паводковая обстановка на особом контроле региональных властей. Заходим в дом. Вот смотрите. Люди с ночи стоят на улице. Вы видите? Валентина Аскерова. День с толком. Захожу.